МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! О дамских сумочках мы уже достаточно поговорили. А вот мужская сума во всех ее разнообразных обличиях осталась у нас за кадром. О мужских сумках и пойдет сегодня наш разговор. Современный мужчина, одежда которого и так полна карманов, все же редко отправляется из дома без какой-либо поноски. Это может быть вместилище для документов, инструментов, всякого мужского барахла, а подчас и бутылок. Для этих целей сгодится все. Все, потертые кожаные портфели, рюкзак, барсетка или кейс с кодовым замком. Так было всегда в смысле наличия у мужчин различных поносок. И если женская сумка изначально – это мешочек для рукоделия, то мужская сумка – это мешок для охоты или войны. Отправляясь на добычу пищи или на войну, мужчина брал с собой все необходимое, без чего успех его предприятия был бы немыслим. Поэтому какое-то подобие сумки возникло еще в глубокой древности, как необходимый элемент путника. Путник – это прежде всего мужчина. Охотник, собиратель, воин, купец, странник, пастух. В старину женщины редко покидали свой дом. И первоначально сумка стала обязательным атрибутом именно мужского костюма. Материалом для древних сумок служила трава, шкуры животных и веревки. А наиболее распространенным типом древней поноски следует считать сумку из меха или кожи млекопитающих и рыб. Следом идут сумки-коробочки из лыка и веревок. И только значительно позже появились тканевые приспособления. Каждая культура и каждый народ в течение многих веков вырабатывали свои типы сумок. Например, у кочевников Евразии была популярна войлочная или ковровая сумка «Аяккап». Обычно она украшалась аппликациями из красного или черного бархата и многокрасочными вышивками. Индейцы Северной Америки носили так называемые огненные сумки – фаербегги. В них хранили огниво, кремни, труд и вообще все необходимое для добывания огня. Один вариант фаербега был прямоугольным и крепился на широком тканном ремне. Другой же вариант идейской сумки иногда называют сумкой-осминогом из-за четырех длинных полос, свисающих с основания. В древности подобные сумки украшались простым геометрическим рисунком. А позднее появились и сложные цветочные орнаменты, выполненные бисером и иглами дикобраза. Такие сумки были важным предметом обихода индейцев в течение многих столетий. Обычно у каждого настоящего индейца было по нескольку сумок, в которых он носил лекарственные травы, табак и огненные принадлежности. После появления ружей еще одной функцией сумок стало хранение боеприпасов. Как отмечали первые европейские поселенцы на североамериканском континенте, чаще всего такие сумки были связаны с личной магической силой и обрядом курения. Индейские сумки ревниво охранялись своими владельцами, а самые старые из них считались священными. В Древней Руси сумки чаще всего делали из кожи или шкуры животных. В эти меха, как их называли, могли поместить все, что угодно, в том числе и жидкости. В одном из текстов 17 века сказано «Посол господине, что мех, что в него положат, он то и несет». Позднее кожаный мешок для хранения жидкости стал называться тюркским словом «бурдюк». Со временем из слова «мех» появилось слово «мешок», означавшее первоначально «маленькие меха». Поэтому этим словом называли, например, карманные кошельки. Со временем мешки стали делать из ткани. Бытовала даже пословица «изжил век за холщовый мех». Мешок из дерюги или толстой холстины мог называться «бретищем». В 16-м столетии появилось новое слово для обозначения тары – «куль». И постепенно в русском быту установилось четкое различие. Мешок всегда был холщовым, а куль – рогожным. Рогожа – это плетеное измочало полотно. Из древнерусского языка перешло в наши дни название «торба». В свой черед это слово пришло к нашим предкам из тюркских языков. Примечательно, что некоторые другие восточные названия кожаных мешков русичи часто заменяли словом «пузырь». Меньшие по объему мешки и кули получили название «сума» – «сумка». Это слово было заимствовано из древненемецких языков через польский и изначально обозначало «вьюг» – количество груза, которое может поднять одно вьючное животное. На Руси так, по всей вероятности, называли вначале только переметные сумки, из кожи или ткани, перевозимые на лошадях у седла. Ну а во второй половине 17 века это слово уже расширило свое значение. Из немецкого языка пришло и название охотничьей сумки «якташ» для ношения убитой дичи и необходимых припасов и различных приспособлений для охоты. «Якташ», как правило, состоит из кожаной или парусиновой сумки с одним или несколькими отделениями, а также сетки. К наружной стороне сумки приделываются ремешки с колечками, чтобы вешать убитую дичь. А носятся «якташи» через плечо на ремне. Еще один словесный подарок из немецкого языка обозначает заплечные сумки для военных – рюкзак и ранец. Ранец получил широкое распространение в европейских армиях 18 века. Предназначение ранца просто как все гениальное. В походе солдату необходимо много вещей, а вот руки его должны быть наготове на случай внезапной атаки противника. Армейский ранец должен быть прочен, легок, непромокаем и удобен для носки. В России в 19-м столетии ранцы изготавливали либо из телячьей кожи, либо из непромокаемой парусины. А вмещал в себя солдатский ранец середины того века следующий набор – две рубахи, исподние брюки, две пары портянок, полотенца, пару рукавиц с варежками, пять фунтов сухарей, одну восьмую фунта соли, принадлежности ружейные и для содержания чистоты и опрятности – чарку и 24 патрона. В конце 19-го века на смену ранцу пришел вещевой мешок, который отличался от своего предшественника только отсутствием жесткого каркаса. Об удобстве ранцев вспомнили в 20-м веке, использовав его конструкцию для школьных портфелей. Не только школьники, но и туристы 20-го столетия стали использовать армейское наследие, отбросив неудобные заплечные сумки-котонки. Вначале шились простые рюкзаки из брезента, но впоследствии их форма сильно усовершенствовалась. Современные рюкзаки делаются не только из разных материалов, но и различных форм. В современном туристическом снаряжении существует три типа рюкзаков – колобок, станковый и труба. Колобок – это заплечная сумка круглой формы с двумя лямками. Станковый рюкзак снабжен алюминиевой или титановой станиной, которая перераспределяет нагрузку и придает рюкзаку форму. Впрочем, большинство современных туристических рюкзаков имеют форму трубы с мягкой спинкой из дышащего материала и удобными плечевыми лямками. Но это, так сказать, наследие пехотинцев. Но если пехотинцы тащили свое имущество сами, то по клажу кавалеристов разделяли их лошади. Для этой цели использовали вьюки, переметные сумки и специальные ранцы. Содержимое таких сумок было заметно богаче ранцы пехотинцев. Каждый казак, например, хранил в своих сумках три пары белья, двое шаровар, две пары сапог или одну пару сапог и наговицы с чуваками, два бешмета поддевки, две черкески, две папахи, бурку, башлык и однобортную овчинную шубу. Зимой ко всему этому вьюку прибавлялись валенки. Кроме того, казак носил при себе 250 боевых патронов. Часть их была в патронташе, часть в торбе, а все остальное в сумках. Лошадиные сумки обрели своего рода продолжение в элегантных кофрах для мотоциклов. В наше время такие кофры активно используют байкеры и велотуристы. Хотя кофры могут называть и чехол для фотоаппаратуры. Об остальных сумочных аксессуарах современного делового мужчины мы еще найдем случай поговорить особо. Это была программа «Обыкновенная история». Обыкновенность повседневна. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин